Добрый день! А у нас сегодня день начался с загребания. Я гребусь, Вита гребется вон там. Я уже погребся и сейчас вывожу мусор, кучу пособирал, а Вита еще продолжает гребтись. И вот нам привезли сейчас березового сока, вот 30 литров я бозью набрал и остатки вот еще. И сейчас мы спробуем дегустацию. Вместе с вами присоединяйтесь к свежему. Бери чашку. Так я не налью. Да, я налью, ты же забери. Снимать сего руку сока, да? Давай. Не знаю. Ну я же заказывал 30 литров, но у него бидон в 40, то вот забрал весь. Что? Сладкий. Да ну, то кленовые, сладкие. Ну и березовые тоже есть. Ну и разные. Есть как вода, а есть немножко сладковатый. Этот сладковатый. Так что всем ням-ням-ням. Супер сок, да. И полезно. И без сытых. Не с водопровода вода. И не бутылированная. Потому что, да. Живая вода земли. Вкусно? Да, ну, жалко же, что он буквально несколько дней и искисает. Ну в погребе. Так, мы в прошлом году взяли литров 100, наверное, или даже 120. Почти 200 литров. Да не, 150, наверное. Ну, короче, я не знаю. Вот. И его заделали. Там сушки набросали. Яблоки сушеные. Вот. Потом ее вытянули через неделю. Добавили. Как нам рекомендовали этот, лимоны. Вот. И так он у нас до сих пор в прошлогодний стоит. Не, ну часть мы выпили, пока он не был кислый. Лет он там иногда наберешь. Он такой чуть резковатый и кислый. Смотри, смотри, что делает. Что? За воробьями охотится. А, вот. Он очень занят. Ну да, у каждого свои заботы. Там воробьи вон. Что? Охотишься, да? Вот так она туда. Так дура, они же перелетят на другую. Ты же не перепрыгнешь, не белка ведь. Видишь, они тратят, тратят. Ну да. Теперь они туда. Все. Ага. Видишь, как есть? Ага, достанешь. Так, нельзя вообще-то птичек трогать. Пускай живут. Да, ей расскажешь. Так, Руся. Да не трогай ее на самаре. Сейчас свалится нахрен. Не свалится. А, свалится, говорю. Вот у рынка. Ага. Ты посмотри. Перелазит с одной ветки на другую. Ну и ты что, думаешь, их там достанешь? Ты дура. Они тебя будут ждать, да? Они издеваются над тобой. Все. Будешь срезать ветки. Ага. А теперь будешь как слазить. Грохнешься сейчас. Все. Ну все. Приключения закончились. Шел 2030 год. И мы продолжаем грестись. Вита, он тут гребет и гребет. И не может выигрызти это все дело. Здесь идет борьба за выживание. Кто кого выживет. Я сорняки или они меня. Вот именно. На такой площади, как у нас. Это просто офигеть. Слышь. Я подумала. Хороший лайфхак для тех, кто не знает, чем занять себя во время карантина. Ну да. Кто-то там стримит. Кто-то батлы устраивает. Кто-то занимается домашними развлечениями. А здесь все хорошо. Смотри. Есть возможность. И повеселиться. И хорошее дело. Работы непочатый край. Вчера целый день греблись. И я гребся. И Вита тут греблась. Он половину выгребал. А я там сверху загребал. Я так думаю, что садоводы, любители и огородники не теряют этого времени. Если они не заняты там на работе. Или чем. Они уже давно укатили на свои участки, дачи. И облагораживает. Мы из дому не выходим. И придумывать чем заняться не надо. Занятия тебя сами ищут. У нас в цепи ничего не изменилось. Да. Работу работаем. Развлекаем себя как можем. Вчера тут десятками тачек вывозил это листья. Вот туда у нас там есть. Кстати, мы листья не сжем. Так и скажи. Сухую траву. Ветки, да. Которые мелкие попадали. Их для дровы не годится. Да. Мы он там вчера чуть пожгли. А листья и так далее я выношу и складываю там. Оно перегниет и будет. Будет компост. Да. Будет удобрение. И более листья сжечь. Они же выбрасывают очень много вредных веществ. Он там даже кучки наносил еще листьев Вита. Там под малину хочет подстелить. Как будет это. Мульча или подстилка. Ну что-то такое. Оно же переплевает и будет удобрение дополнительное. Ну гребись. Вчера тут было такие кучи сплошные валуны. Я все повывозил уже. Сейчас Вита продолжает грестись. А я завел, достал свою бензокосилку наконец-то после зимней спячки. Сейчас покажу. Так что пока, пока. Пойду сейчас подготовлю. Ну я уже можно сказать подготовил практически. Буду вот тут косить вот этот вот весь вот такой кустарник. Видите, вот этот. И уж не повырезаешь этими секатором. Тут же будешь по такому высекать не знаю сколько. А там он сплошное. И вот наша газонокосилка. Достал, как видите. Вот я поставил вот такой диск. Вот пилу циркулярную, чтобы вот эти парусли как раз срезать. Потому что леска не берет. И есть этот метеллик у нас называют. Такая штучка металлическая. Ну на три луча. Но она плохо режет. Вот это будет отлично. Тут даже победит его и на пайке, как вы видите. На зубьях есть. И сейчас мы вот это все пройдемся. Значит я уже ее... Там чуть-чуть осталось бензина. Я его кстати не сливал. Вот. Ну запустил. Не хотела запускаться. Подкачал. Даже свечку смотрел. Вот почистил немножко. Запустилось. Все нормально. Вот. Вот я развел уже бензина. Видите. Значит развожу. Это двухлитровая бутылка у меня. На два литра я вот два вот таких шприца. 20 миллилитровых масла для двухтактных двигателей. Ну вот такое использую. Недорогое можно сказать. Вот так. Развел уже. Сейчас заправлю. И пойдем косить. Уже не косить, а резать и получается. Вот так. Ну все, вперед. Одеваю очки, кепку. Идем косить. Тяну дензокосилку. И штатив с камерой. Как раз с него снимаю. Вот сейчас. Чтобы показать пару кадров. И сейчас мы приступим. Вот. Ну я начну явно не снизу. А сверху. И буду спускаться потом уже книзу сюда. Подниматься не очень хорошо. По крутому склону. Вот. Видите? Что здесь? Вот это все же надо убрать. Оно только захламляет. Этот участок. Вот. И сейчас мы этой циркулярной пилой попытаемся порезать. Ну. Начнем с того края. Так. Пакет этот надо убрать. Ветром раздуло. Вот. Начнем от этого края. Где у нас тут запасы песка. Вот. Уже закончились щебенки. Ну. Сколько щебенки. Столько песка в принципе осталось. А нам еще надо будет. Так что еще придется. Наверное. Заказывать. На это посмотрим потом. Продолжение следует. Ну. Возникла проблема. Не дало мне допилить или докосить. Ну. Участок этот сделал. А дальше там еще много. Заглох. Думал бензин закончился. Нет. Бензин тут еще есть. Уже выкручивал. Проверил свечку. Менял уже. Проверял. Искра как бы и есть. Но я еще ее проверил на бензопиле. С этой свечкой она подходит. Заводится нормально. А здесь ни в какую. Вот. Возможно что-то с карбюратором. Ну. Не знаю. Надо. Дальше разбираться. Искра есть. Искра есть. А не заводится. И как бы без свечки дергаешь с отверстия с цилиндра. Вроде такой аэрозоль. Как бы бензин тоже поступает. И все нормально. Но не заводится. Будем разбираться. Вот так. Не дало поработать. Погода конечно же супер. Самый раз. Опять по прогнозу обещают похолодание и заморозки. Вот. Не знаю. Буквально завтра-послезавтра. Вот. И не поработая. Сейчас бы поработать. Ну. Вот так. Немножко подвело. Полчаса поработала. И просто заглохла. Без видимых причин. А у Виты здесь. Вон. И все заводится. И все работает. Да? Да. Вон уже кучи нагребла. Вывозить надо. А у меня не заводится. А у тебя нормально все. У меня мощность в одну рабочую оселю. Человечная. Приравниться к лошадиным. Да. А ну. Вон. Покажи. Вот твой аппарат этот. И искра там есть. Да. И топливо поступает. И все отлично. Ах. У меня проблема. Тут он. Резать куча. Вот этого надо. Ну. Сейчас буду разбираться. Ладно. А ты наверное закругляйся. И делай передышку. А то. Я делаю. А то тебя если. У нее кстати. Проблема с другим. У нее проблема с тормозами. Да. У нее тормоза просто не срабатывают. Да. Да. Мои версии не запрограммированы тормоза. Не запрограммированы тормоза. Ясно? Вот. А искра и есть. И все остальное. А зажигание тоже. И зажигание. Только тормозов нет. Все хорошо. Ладно. Пойдем пить каву. Пойдем. Ну все. Кидай. Это грязное или пыльное дело. Попьем кофе. А я потом буду смотреть. Идем. Ну вот у нас не обеденный перекур. Полудник. Да? Как называется. Перерывчик. Вот. Попьем кофе. Я попытаюсь исправить. Если что-то не получится. Явно наверное что-то с карбюратором. Надо будет снимать. Может ее промывать надо. Не получится. Беру бензопилу. И срезаю дальше. Более крупные. А то будем ремонтировать. Когда здесь погода будет. Не ахти на улице. Нельзя будет чего-то делать. Я тогда в сарайчике. Буду ремонтировать эту. Правильно? Правильно. Правильно. Правильное распределение труда. За удачу. Кофе, кофе. 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 Да. И против коронавируса. Всем здоровья. Главное чтобы здесь никакого вируса не было. Да. Чтоб не было паники и фобий. Все. Удачи и здоровья. Ну запустил я. В принципе ничего. Не нашел такого. Прочмыхал. Продул. Может залило. Выкручивал еще свечку. Еще проверял несколько раз. Ну короче. Запустилось. Пойдем косить дальше. Дурак. Как? Продолжение следует... Продолжение следует...